Игромания представляет Визуально она оказалась гораздо живее Благодаря новому движку Разработчики ограничили частоту кадров 30 кадрами Но в остальном консольная World of Tanks выигрывает Дальность прорисовки выше Освещение естественнее Обновленная физика и разрушаемость на месте А модели танков и текстуры окружения С виду ничуть не хуже, чем в ПК-версии Хотя номинально на них потрачено меньше ресурсов Из-за технических ограничений Перенося World of Tanks на PlayStation и Xbox Wargaming приложили массу усилий к тому Чтобы на геймпаде играть было так же удобно Как на клавиатуре с мышью Получилось хорошо, но не без компромиссов Особенно если вы пересаживаетесь на консольную версию с ПК Первое, что бросается в глаза Пришлось пожертвовать текстовым чатом В пользу голосовой связи и дополнительного интерфейса с быстрыми командами Но это вполне понятно Чуть сильнее смущает передвижение, завязанное на левый стик Поначалу это сильно сбивает с толку Можно случайно начать разворачивать танк, увести в сторону прицел И потерять драгоценные секунды на сведение К ориентированию по карте тоже нужно привыкать заново Просматривать сектора курсором все же гораздо удобнее, чем стиком И не в пример тому же Destiny с образцовым ролевым интерфейсом Здесь повсюду громоздкие меню Которые приходится прокручивать кнопками И чем больше ваша коллекция машин в ангаре и всяких там камуфляжей к ним Тем больше времени на это будет уходить Классовая система не изменилась Светляки шустро улетают в тыл врага Артиллерия прикрывает Легкие, средние и тяжелые танки воюют в позиционных боях Разной степени напряженности А САУ сидят в кустах и охотятся на зазевавшегося противника Набор карт актуальный И даже может похвастаться двумя эксклюзивными локациями Руинберг и Ущелье Скорпионов А вот в плане разнообразия машин Консольная World of Tanks сейчас на уровне компьютерной версии образца 2011 года На старте в игре есть только три классические ветки Никаких пока французов или китайцев с британцами Надо полагать, остальные нации добавят с ближайшими обновлениями А еще в консольных версиях есть полноценный цикл смены дня и ночи и погодных условий После пяти лет привычные карты в ночных и дождливых декорациях воспринимаются совершенно иначе Обыденная схватка на горе на Химмельсдорфе мигом прибавляет в драматичности Когда вокруг царит полумрак, над головой бушует гроза, а по корпусу притаившегося ИС-7 стекают дождливые капли Тот самый случай, когда свежий взгляд на визуальный стиль меняет ощущения от геймплея И это здорово Дело за малым Wargaming Нужно лишь исправить мелочи в интерфейсе и управлении И сделать так, чтобы консольные версии World of Tanks чаще получали обновления и дополнительный контент Ну и еще было бы неплохо внедрить смену погоды и времени суток в ПК-версию А в остальном все отлично Танки покорили еще одну платформу И вот-вот, глядишь, окончательно захватят мир Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова